Продолжение следует... Продолжение следует... Еще серьезная работа, которую мы планируем на сентябрь, это деформационные швы на путепроводной развязке в районе мясокомбината. 11 швов необходимо выполнить. Там будет довольно серьезное ограничение движения. По замечаниям, которые были выявлены в результате приемки этих участков? В результате приемки каких-то серьезных замечаний выявлено неровно. Вы знаете, что мнение горожан неоднозначное. Говорят, вот отремонтировали дорогу и тут же установили искусственные неровности. Это требование федерального стандарта. В данном случае мы подчиняемся федеральным законам. Совершенно верно. Горожане у нас неоднородные. Одним надо погонять на мотоциклах по новой дороге, а другим, в общем-то, нужна спокойная, безопасная жизнь. Вот мне кажется, что город должен быть не только комфортным, он должен быть безопасным. Поэтому то, что положено по стандартам, мы обязаны сделать, мы должны и мы сделаем это. Прошу охарактеризовать ситуацию на сегодняшний день, как выполняются работы. Помню, вы высказывали сомнения о том, что такой большой объем работы можете не успеть в этот период сделать. На сегодняшний момент мы с вами видим, что мы вплотную приблизились к зданию корпусам лесомеханического техникума. Я правильно понимаю, до Соборной горки, до колледжа весь участок приведен в порядок? Да, да. На любой участок выходя, мы увидим одну и ту же картину. Да, да, да. Значит, значительный объем мусора, конечно, и поросли больных деревьев в районе улицы Детской, там, где раньше располагалась баня, значит, там, где часовня, очень много лесных отзывов мы услышали от жителей того района и от священнослужителей, которые проводят службу в часовне. Все им нравится, и качество работы, и то, что в состоянии, в которое все приведено. Сейчас мы продолжаем двигаться дальше к Октябрьскому мосту. Как я сказал, участок очень непростой по причине отсутствия подъездных дорог и по причине просто колоссального объема мусора. Ну, у вас есть техника, у вас есть ресурсы, и теперь уже есть опыт проведения подобной работы. Поэтому, я думаю, что есть все для того, чтобы эту задачу выполнить в основном сроке. Все будем делать для того, чтобы задача была выполнена. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!